Всем привет, с вами Декоди и судя по всему это последний ролик про технику, в частности мониторы, на канале, так как текущее положение дел вы думаю сами наблюдаете. На самом деле я не хотел брать новый монитор в ближайшее время, мне казалось, что лучше всего сделать это после переезда. Да, я действительно хотел переехать поближе к цивилизации, но в связи с последними событиями придется отложить эту идею на неопределенный срок. Вернемся к монитору. Как вы знаете, россияне за последние две недели стали в два раза беднее, поскольку цены по крайней мере на технику подскочили очень ощутимо. Никогда такого не было и вот опять. После повышения курса доллара DNS и ситилинки моментально отреагировали на данное событие, но видимо еще не до конца. Дело в том, что зайдя посмотреть на тот самый единственный 360 герцовый монитор в DNS у меня в городе, я с огромным удивлением для себя обнаружил, что он продается по старой цене, а именно за 57 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, на других сайтах он уже стоит 100 тысяч минимум, а то и все 120. Поэтому немного поразмыслив, я пришел к выводу, что если не сейчас, то вероятно уже никогда, учитывая как обесценивается рубль. Сделав заказ, уже на следующий день пошел его забирать и как показывает практика, чем больше герц, тем тяжелее коробка от монитора. Еле как дотащил его до дома, но это того определенно стоило. Собственно вот коробка, которую я уже успел распаковать, она достаточно большая и у меня несколько дней после нее болели руки. Но это не важно, важно то, что у нас в комплектации идет. А это HDMI, а нет, постойте, это DisplayPort, micro причем. Не знаю для чего он может понадобиться, потому что в видеокарте используется самый обычный, дефолтный. Еще какой-то кабель, возможно для передачи ХЗ звука или чего-то такого. Не разбирался, но сейчас обязательно посмотрю. Оказывается, что да, существует мини-дисплейпорт, а тот самый USB кабель нужен для того, чтобы работали USB порты на мониторе. Интересно будет подключить мышку напрямую к монитору, хотя не уверен, что что-то поменяется. Также, само собой, в комплекте идет ножка и вот такая вот штука, которая будет держать монитор. Она очень прям увесистая, килограмма 3-4, наверное, весит. И в теории это должно быть очень даже качественно. Это вставляется примерно следующим образом. Ну и там дальше закручивается и, собственно, все. Есть подсветка, вот контакты и вот эта вот штукенция, она по идее должна светиться, как вы понимаете. Алинвейр. Я же, как владелец кронштейна, не мог не присобачить его к монитору. Все подошло без проблем. Закрутились вот эти вот болтики и можно его вращать, опускать вообще хоть как, видите. Но проблема в том, что сам монитор очень тяжелый и пришлось настраивать вот эту вот штуку, чтобы он не опускался вниз. Но вообще, да, тяжело им все-таки управлять, потому что увесистый товарищ, очень увесистый. На этом моменте я бы мог вам начать снова рассказывать про герцы и FPS, но в прошлых роликах делал это уже неоднократно. Поэтому в описании просто оставлю все необходимые ссылки и вы сможете при желании изучить информацию. Что меня определенно порадовало в мониторе от Dell, так это быстрая 8-битная матрица. Сейчас это уже не такая редкость, но в 2020 году, когда я брал Quad HD монитор от Acer, он буквально был единственным за адекватную цену с качественной IPS матрицей. И при этом позволяющей спокойно выставить 144 герца. В конце 2020 года мною был приобретен 240 герцовый монитор, также от Acer, и вроде бы все было хорошо. Но мне попался не особо удачный экземпляр, ибо иногда можно было наблюдать остаточное изображение, если одна и та же картинка на мониторе находилась достаточно долго. Как я понял, это частая проблема, а учитывая, что я использовал 240 герцовый монитор как второй, то это более чем закономерно. Все-таки не так часто переключаешься на нем с Дискорда на что-то другое. Ну что же, давайте затестим 360 герцовый монитор. Как он вообще ощущается, и есть ли разница. Опять же, описать свои ощущения так, чтобы вы их поняли, и как-то могли визуализировать у себя в голове, я не могу, увы. Чтобы это сделать, нужно вот прям каждому из моих подписчиков поставить 144 герца монитор и 240. Подрубить какой-нибудь Sonic Wave, там поиграть, там поиграть, и разница будет 100% ощутима. В чем заключается разница? В первую очередь, это, конечно, полное отсутствие шлейфов у объектов, движущихся в частности. Вот на 60 герцах это прям очень хорошо ощущается. Все объекты имеют такую тень, шлейф, и это сильно напрягает глаза. Есть, кстати, еще такой интересный факт, то что если вы всегда сидели на 60 герцах и никогда 144 не пробовали, то в принципе все хорошо, жизнь прекрасна. Но как только попробуйте 144, вот с этого момента 60 будут казаться болью. С хорошего на плохое всегда переходить неприятно. Но вот на примере с герцами это ощущается как никогда. Это вот идеальный пример, можно сказать. Эх, катаклизм. Когда-то для меня он был экстримом. А сейчас что? Просто на изи его прохожу. Кстати, нифига четкость. Это просто жесть. Максимально все четко. Прям шипы, а не черные. Ну, короче, черные. Их видно абсолютно каждый. Да. А раньше я его практиковал и... Ну, проходил, получается, год. 50 тысяч попыток, да. Здравствуйте, приехали. Теперь проходится как какой-нибудь хард демон. И вот сейчас, наверное, самый главный вопрос. Декоди, а ты чувствуешь разницу между мониторами 240 герц и 360? Я отвечу, наверное, что да, разница есть. Особенно в динамичных сценах, когда вот там на кораблике 3Х, на волне 3Х. Но в целом она уже не такая большая, как между 144 герцовым монитором и 240 герцовым. Вот что-что, но в Sonic Wave, по крайней мере, в Rebev версии, я четко вижу то, что черные объекты, вот эти вот палочки, да, они теперь прям мне максимально видны. Абсолютно каждая. До этого, честно сказать, было не так. То есть, они все равно немножко смазывались. И вот конкретно здесь, конкретно в этом случае, в этом демоне, 360 герц монитор, да, чувствуется и ощущается куда приятнее, ну вот с ним проходить этот экстрим. Вот что я понял точно, так это то, что нужно переставать дрочить на герце и переходить к прохождению более сложных экстримов. Только так можно повысить скилл. А покупкой нового монитора, ну максимум, можно улучшить игровой экспириенс. И все. Не более того. Странно, что конкретно этот монитор не подорожал вместе с остальными. Видимо, поставок больше не планируется и отдают последнее. Да и я не думаю, что подобные устройства массово покупают. Для большинства это обычный 24-дюймовый Full HD монитор. Конечно, у него имеется преимущество в виде пикселей с меньшим откликом, более современной матрицей, но это ощущается постольку поскольку. Тем не менее, есть одна интересная штука, которая называется Nvidia Reflex. Для нее как раз нужно подключить мышку в определенный порт на мониторе. По идее, эта технология должна уменьшить задержку между нажатием на мышь и действием, происходящим на экране. Только вот незадача в Geometry Dash ничего подобного не поддерживается. А ведь могло произойти историческое событие, и мы бы узнали истинные задержки мыши и системы в миллисекундах при прохождении демонов. Какие-то данные мне все же удалось получить, хотя я не уверен в их правильности. Все-таки новая испеченная технология от Nvidia создавалась больше для шутеров, а не платформеров. Одно могу сказать точно, мышка подключенная к монитору удобнее в использовании, так как кабель постоянно находится на столе. В остальном разницы не заметил. Подводя прям окончательный итог, можно с уверенностью утверждать, что переход с 60 Гц на 144 Гц при такой возможности обязателен. Разницу почувствует каждый. Переходить со 144 на 240 Гцовый монитор стоит в том случае, если вы проходите какие-то экстримы из 100 по 150. А вот покупать 360 Гц монитор я бы не рекомендовал никому. Кроме каких-нибудь там кибератлетов, ибо ну разница уж очень не очевидна. Может в шутерах было бы иначе, но я в них не играю, увы. На этой ноте хочу закончить последний ролик про герцы, мониторы и все, что с ними связано на канале. Во-первых, тема исчерпала себя, а во-вторых, мне банально не на что будет брать что-то новое, учитывая, что монетизацию частично убрали в России. В общем-то это совершенно не беда, так как недавно обновился сервер обновления 2.2, и я наконец могу пользоваться без ограничения редактором частиц. Так что ожидайте в скором времени видосы именно на эту тему. Ну, про сервер. Всем шмяк-попяк.